Артём 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 В апреле 2021-го года я посетил торжественное мероприятие, посвящённое присвоению имени ветерана нашему лицею Там я узнал о его дочери, а также познакомился с его летописцем что и сподвигло меня к дальнейшему изучению этой темы Родился на гаек Магин Кареныч 4 января 1918 году Детство его прошло в деревье Сукулова Ермейкиевского района Юность он провёл в Туньмазинском районе Селя Гритамак Мугин Каримович закончил Белебеевское педагогическое училище, приобрел профессию учителя начальных классов. В педагогическом училище он активно занимался спортом, участвовал на городских соревнованиях. На эти занятия спортом укрепили его дух и закалку на всю жизнь. До войны Мугин Каримович работает учитель начальных классов по своей уникальной методике, за что его и прозвали Башкирским Макаренко. О всем этом не поведал его летописец султан Галамедин Инсафович. В 1939 году он уходит добровольцем в армию на Дальний Восток, попадая в артиллерийские войска. В декабре 1941 году попадает в штаб 11-й вашкирской валерийской дивизии под руководством Шеймуратова. Это единственная дивизия, из которой вышло 78 героев Советского Союза. За все время его военных действий он был один раз контужен, дважды под ним погибала лошадь. Всегда практически благодаря своей тактике и стратегии выживал. У Мигина Каримовича была особая тактика ведения боя. Это расстановка пушек против танков в шахматном порядке, что помогало выиграть сражение. Такая тактика появилась у него в 1942 году. В 1943 году уже широко применялась на фронте. Я побывал в музее боевой славы в Уфимском колледже МСЛА и сервиса имени Ахмеда Давлетова, в создании которого активное участие принимал Нагаев Мудин Каримович. Заведующий музей поведал мне, что он был организован в 1989 году. И на открытие музея приехали более 100 ветеранов, 111 вашкирской валерийской дивизии. Побывал в гостях у дочери ветерана Резидена Нафисовы. Она показала нам из личного архива редкие фотографии военных лет, а также награды, личные документы. В гостях я увидел многочисленные награды. Медаль за бывые заслуги, орден Красной Звезды, Красного Знамени, медаль к 75-летию со дня победы. Также я посетил музей боевой славы в Деме, музей студентов в Ашкирской валерийской дивизии. Там хранится личная вещь Мугина Каримовича, его фронтовой друг, аккордеон. Там мне предоставили к просмотру книгу Фаррида Вахитова «Звезды Шеймуратова». Есть глава, посвященная нашему ветерану. Посмотрел сквер имени Нагая Мугина Каримовича, расположенный по улице Габриэлла Монтая, 8, дробь 1. Сквер отмечен табличкой с надписью и украшен недавно обосаженными красными гелями. Не обошел без внимания и торжественную парту, установленную при открытии памятного уголка, посвященному Нагая Мугину Каримовичу. В нашем лицее, за который сидят отличники и ученики, проявившие себя активно в общественной жизни школы. В феврале 2020 года нашего ветерана, глава республики Радий Хагиров, наградил орден генерала Шеймурату, номер 1, а также вручил юбилейную медаль к 75-летию победы. Вся жизненная деятельность Нагая Мугина Каримовича – это национальное достояние нашей республики. Побывав во влогих местах, пообщавшись с людьми, которые близко знали нашего ветерана, я до конца понял, как горд наш лицей, что ему удостоили такой большой чести носить имя такого великого человека, самотверженного командира, прекрасного отца и преданного своей родине сына.